Всем привет! С вами Дочёный. Знаете ли вы, что прямо сейчас около 795 миллионов человек в мире страдает от голода? А сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН, сокращенно ФАО, выделяет 52 страны с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия? Нет. Проблема голода является одной из важнейших мировых проблем и можно выделить 4 основных фактора, формирующих эту проблему. Первый фактор – это рост численности населения. Второй – это ограниченность земельных ресурсов. Третий – это изменение структуры потребления. И четвертый фактор – это рост использования биотоплива. Итак, первый фактор – это рост численности населения планеты, особенно в развивающихся странах. По состоянию на 2016 год численность населения планеты составляет 7,3 миллиарда человек. 6,2 миллиарда – это развивающиеся страны. По прогнозам, к 2030 году население планеты увеличится до 9,7 миллиардов человек, а к 2050 году уже до 11,2 миллиардов. С учетом этих данных интересно проанализировать изменение потребления калорий человеком в сутки. Если проанализировать данные ФАО по потреблению калорий на человека в сутки за период 1961-2013 годы, то можно увидеть тенденцию роста как в целом в мире, так и в наименее развитых государствах. Однако, потребление в последних существенно отстает от среднемировых значений и особенно от потребления в развитых странах. Так, потребление калорий в наименее развитых странах в среднем на 20% меньше, чем в мире и на 40% меньше, чем в США. Одной из основных причин этого является низкий уровень жизни в наименее развитых государствах и ограниченные возможности населения данных государств по приобретению продуктов питания по ценам мирового рынка. Таким образом, увеличивается не только население планеты, но и потребление калорий на человека в сутки, то есть большее количество населения потребляет еще больше калорий. Также здесь необходимо упомянуть о росте цен на продовольствие. Как видно на графике, наиболее значительный рост цен происходил в 70-х и 2000-х годах, сопровождавшийся продовольственными кризисами в 1974 году и 2006-2008 годах соответственно. Естественно, что с ростом численности населения и ростом потребления продуктов питания растет спрос на продовольствие, сопровождающийся ростом цен. Но главный вопрос здесь в том, есть ли на земле ресурсы, необходимые для обеспечения предложения соответствующего спросу. Второй фактор – это ограниченность земельных ресурсов и их сокращение. Возможности увеличения объемов производства продовольствия экстенсивными методами на данный момент существенно ограничены. Здесь интересно обратить внимание на следующие цифры. С 1960-х по 1990-е годы доля сельскохозяйственных земель увеличилась с 34,2% до 37,5%. И по настоящее время доля сельскохозяйственных земель все еще составляет около 37,5%. То есть количество сельскохозяйственных земель уже почти 30 лет не увеличивается. По данным ФАУ около 25% земель признано значительно деградированными. 8% умеренно деградированными, 36% стабильными, либо незначительно деградированными. И лишь 10% улучшающимися. Таким образом, доля сельскохозяйственных земель в мире не увеличивается, а почти треть всех земель в мире находится в катастрофическом состоянии. И с учетом этих факторов, возможности увеличения предложения продуктов питания на рынке существенно ограничены. Третий фактор – это изменение структуры потребления продуктов питания в сторону увеличения доли животной пищи в рационе. Рост доходов населения, особенно в наиболее крупных развивающихся странах, приводит к росту потребления животной пищи. Согласно данным ФАО, потребление мяса на душу населения в мире в период с 1961 по 2013 год возросло с 23 кг до 42,2 кг. Молока, за исключением масла, с 75,5 до 90 кг. А яиц с 4,5 кг до 9,2 кг. Дальнейшее увеличение потребления животной пищи может значительно усугубить продовольственную проблему и оказать негативное влияние на экологию. Все дело в том, что для производства животной пищи нужны такие ресурсы, как зерно и вода. Перед вами таблица затрат зерна и воды на производство отдельных продовольственных товаров. Здесь я выделил такие продукты, как молоко, мясо крупного рогатого скота, мясо птицы, свинина, яйца, злаки, овощи и фрукты. Здесь мы можем увидеть, сколько требуется зерна для производства 1 кг каждого продукта. Так, на молоко приходится где-то 400 г зерна, на мясо крупного рогатого скота 7 кг, на птицу 2, на свинину 4, на яйца 3,5 кг. Давайте взглянем на воду. Для производства молока нужна тонна воды, для мяса крупного рогатого скота 15,5 кг, на мясо птицы 4, на свинину почти 6 кг. На яйца 3,2 кг. А теперь посмотрим на злаки. Для того, чтобы произвести 1 кг злаков, нам нужно потратить 1 тонну 6,5 кг воды. Для овощей 322 кг, а для фруктов 962 кг. Также говоря о пагубном влиянии животноводства на экологию, необходимо сказать о том, что по разным данным, в том числе по данным ФАУ, на животноводство приходится от 18 до 51% всех выбросов парниковых газов в мире. Для сравнения, на весь транспорт в мире приходится лишь 14%. Таким образом, мы переводим значительное количество потенциальных продовольственных растительных ресурсов на производство животных продуктов. Четвертый фактор – это увеличение объемов производства биотоплива. Все дело в том, что на производство биотоплива переориентируется значительная доля урожая зерновых, масочных и сахарного тростника. Таким образом, определенная доля урожая рассматриваемых продуктов изымается из предложения на мировой продовольственный рынок в пользу производства биотоплива. Естественно, это вызывает дальнейший рост цен на эти продукты в силу того, что предложение уменьшается, а спрос за счет производства биотоплива увеличивается. Давайте немножко взглянем на то, как же увеличивается производство биотоплива, особенно в сравнении с другими видами топлива. Производство биотоплива за период с 1973 по 2014 год увеличилось с 640 до 1413 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте. Для сравнения производства нефти за логичный период возросло с 2938 до 4408, а газа с 990 до 2928. Также стоит отметить, что ФАО прогнозирует рост использования растительных масел для производства биотоплива с 12% в 2009-2011 годах до 16% к 2021 году. И подводя итог, ему сказано, можно сказать о том, что одним из наиболее эффективных способов решения продовольственной проблемы, на мой взгляд, является отказ от животной пищи и переход на растительное питание, что позволит нам высвободить значительные ресурсы растительные для производства продуктов питания, опять же, растительных, и снизить нагрузку на экологию. С учетом снижения нагрузки на экологию, возможно, получится улучшить состояние земельных ресурсов. На этом все, что я вам сегодня хотел сказать. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на канал, смотрите предыдущие ролики. С вами был Точеный. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok